день добрый вчера меня не было слышно видно но вчера как-то не до чего было просто всякие заботы тут все к всякое прочее тут навалилось как бы тут голове шмурдяк так сказать вот как бы я был не принципе даже не готов снимать видео и время принципе особо не получилось но сегодня вот я сниму то что принципе я показал бы вчера но с допами стопами и так это у нас готовые клиночки из у 10 а стали шлифовка не по максимуму конечно протирать вообще все сейчас как черт работал так все она осталась но тут сразу заметно сейчас увидите вот в бликах это хорошо видно вот видите этот разная яркость а вот сапки вот это мелкие не проявляются на облеск смотреть так вот смотришь светлые лезвия на отблески вот это стали свою полосу дала она никогда не выведется и хоть и и запулируй это после ковки и термообработки это все так и получается вот вчера сделал на них насечки видите что получилось старался сделать одну четвертую в принципе в итоге ее уже назвать это черт нельзя об ушки чистые еще думаю добавить что-то не добавить тут у всех вот так вот стандартная классическая насечка давайте буду не протерты показывать со мной видно что и как вот такая вот шлифовка тут вообще залапнувся вот опять же этот отчет и было но сейчас нам больше уже к 1 2 1 3 1 3 такое надо называть так вот то есть шлифовка нас всегда постоянно выбирает металл любая каждый последующий шлифовка каждый переход снимает металл и в итоге и в итоге вот это место каждый раз утончается и поднимается вот тут уже ну да каждая до 4 1 3 вот так вот получилось то как писать буду писать она черты все-таки на сайте чтобы никого не думение него не водить но вы уже знаете то есть что она 3 то есть это черты вот из этой партии это 1 3 между 1 черт и 1 2 еще раз повторюсь сами видите что тут в англии это уже 1 2 вот такие вот клиночки вышли ну это вообще славей разбойник хотя геометрия такая же она звенит прям этот очень короткий давайте уже покажу все в принципе вертеть не особо нечего в общем то все одинаково пока резко слось пока чего хоп-хоп время идет клинковый что ли как назвать звук оправы заготовлены вчера еще заготовил вот шаблон примерный то есть основа с которого все начинается а потом уже я подруливаю там в процессе обработки вот они у меня акрил все будут черный если честно я ни разу еще не делал вот столько вот 8 штук практически одинаковых они все отличаются друг от дружки но не практически одинаковые то есть идентично то есть заколы отличаются шлифовками звоном подводами хвостиками отличаются оправах тоже явно будет какие-то там разница какая-то будет может что-то вот на спинках тут еще на бушках нарисую ну что-то так вот дальше пару слов вчера переписка была по поводу сделать бритвку индивидуально заготовки есть единственное что это у 10 но она пакетно кованая но мы как договаривать все так и будет две штуки я может сразу две зайду на всякий случай всякое бывает мало ли что чтобы не пролететь но по времени я лучше не буду обещать вот сами понимаете метод забота всяких побочных например там не вкусница надо все быть больше половины дня больше то есть вот например даже вот чтобы не сделать вот таких вот заготовок пакета кованых штук 7 примерно до штук 7 примерно так вот среднем получается мне нужно потратить минимум полторы недели иногда две все от обстоятельства зависит плюс там вырезать плюс там шлифануть плюс там ну там столько забот я же не говорю про всякие мелочи типа шапочки вырубать это вообще ни о чем что-то где-то добыть достать поэтому я просто весь на взводе такой весь в полете только в полете живут самолеты ну что я хотел сказать то сделаем сказал сделаю значит сделаю по времени ничего пока не скажу потому что я вот сейчас скажу одно а обстоятельства повернут по своему я окажусь балаболом поэтому так вот но это уже плюс это в совокупности вместе с ковкой вырезкой там сверловкой там в общем всем всем этими делами заботами это уже минус две недели из этого срока все что еще у нас да ничего в принципе шайбы у меня кончились шайбы сейчас надо будучи хочешь не хочешь делать в общем сегодня день будет какой-то не то не сё вот только из-за этих шайб потому что время она не ходит очень много а делаются они очень помалу потому что шайбы просто наколотить это не пойдет надо чтобы они были красивые ровные правильно ну все с новостями пока все на сегодня но я сейчас попробую снять вторым видео не факт что получится поэтому ничего не обещаю поэтому заранее буду прощаюсь но попробую что снять потому что вот сергей сергей мне сегодня набирает мой номер телефона и говорит беру бритовку спотыкается на щетине берут волос тест на волос вообще не проходит вообще никак что делать как выйти из ситуации я знаю почему все это происходит потому что я когда затачиваю я на ремне несколько раз шваркнул и все бегом бегом все бегом поэтому хочу сейчас попробовать показать если получится если получится то сейчас я хотя бы пару слов скажу что я ему говорю по телефону говорю бери ремень хороший мягкий ремень и вот такими вот с краешку взять вот такими вот плавающими движениями то есть с пяточки на носик с пяточки на носик переваливающимися слегка переваливающимися по ремню вот так вот считайте это раз два три четыре пять шесть и так раз тридцать сорок сделал говорю сделал я говорю как он говорит тест на волос проходит я говорю позвонишь как будет брить вот еще правда не позвонил но видимо все хорошо потому что у людей когда все хорошо они не беспокоятся ни о чем ну надеюсь он жив вот от него письмо пришло на почту электронную я там первые строки прочитал с мобильного дальше мне что-то мобильный не открывает там в словах в первых уже ясно что все дело пошло вот звонить он не звонил пока я ему сейчас сам позвоню ну все на этом все в общем прощаюсь на всякий случай если второе видео не будет приклеено до свидания вот такой вариант сталь уже не помню какая там где-то должно быть написано на сайте на ней ну ка я вроде не обозначил или десятый кажется это по-моему у 10 я делал ладно волос пробуем так где бритва то ага вот царапается царапается один раз отлетела все не буду говорить я рубить волос берем ремень гладкая сторона вообще кто хочет ускориться пожалуйста на шишавой стороне чуть-чуть зеленочки гои пасты но это прям для вообще ускорения хотя мой дед без пасты гои вообще кремию не подходил если так разобраться то ну я вот так вот давайте по-новоможенному как это сейчас принято это тоже работает тоже так же работает только дольше в общей сложности опять раз 30 сейчас я протаскаю терпением когда еще такую канитель заведу не знаю вряд ли вообще я говорю тут мне для этого нужно какую-то специальную комнатушку маленькое оборудовать чтобы это показывать но это обычно вот не знаю вот у заточников хорошо получается смотрю хотя тоже не всегда идеально всегда как-то полу-полу но это во мне вот просто так хотя у меня есть такая возможность у меня есть аппаратура которая может снять макро но для этого нужно готовиться подготавливаться а я постоянно в вечной работе в вечной похоте в вечной меготне вот у меня не получается так конечно я не затачиваю как Эдуард Седых потому что у меня нет времени пару бритв целый день таскать по камням вот реально просто у меня я не могу ни физически ни по времени никак не могу позволить себе такое удовольствие а это удовольствие я вам скажу вот все протаскал примерно по 30 раз опять я не сосчитал волос сейчас в руки возьму это оказывается не так просто так бритвка держим ну-ка тоже отблеск я мачу волос видно было ладно раздвоился отрубился надеюсь там видно как он отскакивает отрубился раздвоился отрубился сейчас секундочку еще схвачиваюсь как-нибудь так ага дальше по лизе пошли раздвоился еще раз отскочил кончился блин наверно видно отлетел штатив попал волосы вот он нет отвалился но какой-то висит отлетел кончается волос раздвоился раздвоился отлетел отлетел в общем как-то вот так раздвоился кончился ладно в общем я чувствуется тут без макро съемки ничего не сниму такого чтобы прямо вот было как я люблю в идеале все ладно в общем я вам сказал суть что нужно делать как быть то есть это вот так вот себя ведут бритвы новые которые имеются в склады все до свидания мне нужно вспахивать хоть сегодня воскресенье конечно но еще с собой дюймовочку взял по-моему дюймовочка судя по размеру широкая такая с очень тонким и длинным лепестком тоже прогнал премню раз сорок чтобы ну как бы с запасом рубит ой не показываю наверное волос быстро кончается ну в общем так вот вот как бы как бы сказать залапал то как в общем ну и бритва вот так вот должна то есть в первые свои минуты прожить это на ремешке сниму вот ремешок такой вот уже повидавшие видов они потому что ремешки много работают они как бы не вот там одну две бритвки обслуживают они обслуживают прямо очень много бритвок поэтому они у меня быстро быстро скатываются но это не важно все ладненько побежал я работать надо мне а я тут с видосами и под застрял вот все на так